Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего занятия – это зерновые культуры. Мы будем изучать значение, распространение, классификацию и технологию возделывания зерновых культур. Эта тема будет изучаться в следующем порядке. Первое – значение зерновых культур, классификация зерновых культур, инновационные технологии возделывания зерновых культур, нетрадиционные технологии возделывания и нетрадиционные зерновые культуры. Зерновые культуры – это сельскохозяйственные культуры, которые выращиваются для получения зерна. Зерновые культуры – это самые распространенные и самые важные сельскохозяйственные культуры. Эти культуры пользуются для получения пищевых целей, для приготовления хлеба и хлебопродуктов. В кормовых целях из него получают концентратные корма, седираты, промежуточные культуры, зеленые корма, селосы и другие. В технических целях из него получают зерно, белка, растительное масло и другие продукты. В лечебных целях в составе зерновых культур содержится очень много незаменимых минералов, много разных витаминов и другие вещества. Зерновые культуры – самые распространенные сельскохозяйственные культуры. Общая площадь превышает 700-800 миллионов гектаров. В том числе пшеница выращивается 217 миллионов гектаров, кукуруза более 180 миллионов гектаров, рис 150 миллионов гектаров, соя возделывается 110 миллионов гектаров, сорга возделывается более 50 миллионов гектаров, а также 20 миллионов гектаров площади нута, 19 миллионов гектаров площади фасоли и так далее. Возделывание зерновых культур имеет очень давнюю историю. Еще в древнем Египте и Персии возделывалась пшеница. В древнем Китае еще 3-4 тысячи гектаров раньше возделывались сою и рис. Также дальнюю историю имеет возделывание сорга и так далее. Однако научно обоснованные выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе зерновые, начались в конце 19-го и 20-го веки. Основателями возделывания зерновых культур можем считаться академик П.П. Лукьяненко, академик Ремесло, академик Мальцев, а также академик Аманов в Узбекистане, профессор Сидыков, профессор Атабаева и другие многие ученые. Классификация зерновых культур имеет разные группы. Мы можем делать классификацию по получению продуктов, по биологическим свойствам и другим признакам. Основную классификацию по получению продуктов мы делим на три основные группы. Основные зерновые культуры. К ним относятся пшеница, ячмень, рожь, овес, третикали. А правосоветные зерновые культуры. К ним относятся кукуруза, рис, сорго, проса, гречиха. А также зернобобовые культуры. Соя, маш, фасоль, нут, вика, вигна и другие культуры. По биологическим свойствам они делятся на три. Зерновые культуры длинного дня, зерновые культуры короткого дня и зерновые двуречки. К зерновым культурам длинного дня относятся основные озимые зерновые культуры. Озимая пшеница, озимая рожь, озимая третикали, овес и так далее. А правосоветным яровым относятся основные правосоветные зерновые культуры. Кукуруза, рис, просу, ячмень и другие культуры. Двуречкам можем отнести такие культуры, как нут, горох и других зерновых культур. Вот мы видим внешний вид. Они очень похожи на зерно. Это удобное использование. Самая распространенная зерновая культура – это пшеница. Особенностью пшеницы является содержанием в нем большого количества белка и клейковины. Из него можно приготовить хлеб и хлебопродукты. Поэтому потребность хлеба очень возрастает. И у него в составе есть очень много незаменимых аминокислот. А также широко распространен ячмень, который имеет скороспелость, и из него приготовляют пиво и пивные продукты. Рожь – очень полезный диетический хлеб, из него получаем. Овес – незаменимый по содержанию витаминов и других веществ. Тритикали – потенциал очень высокий. В тритикали мы можем твердо сказать, что это культура 21 века. В последние годы возрастает потребность и последняя площадь этой культуры. За годы независимости в Узбекистане очень возросла урожайность зерновых культур. Если в первые годы независимости в Узбекистане урожайность в основном составляла 14-15 центнеров, в настоящее время урожайность превышает 60 центнеров. Мы в первые годы независимости по урожайности занимали 92-м месте, а в настоящее время Узбекистан занимает 12-е место. То есть у нас урожайность сейчас превышает 55-60 центнеров. Однако это нас не утешает. В стратегии развития Узбекистана в зерновых культурах в 2025 году урожайность должен достигнуть 70 центнеров с гектара, а в 2030 году мы должны повысить урожайность до 80 центнеров. Потенциалы для этого есть. Для этого мы должны применять инновационные новые технологии развития. Вот у нас динамика развития урожайности. Урожайность в 1991 году составлял 14-202, в 2019 году 55-202, а в 2021 году урожайность составила 60%. В повышение урожайности большой вклад вносит это применение инновационный, инновационный метод, научно обоснованное применение агротехнологии, посев интенсивных высокоурожайных сортов, провести совместные научные исследования с ведущими научно-исследовательскими институтами. Общее понятие. В последние годы у нас в сельском хозяйстве и в зерноводстве повышают очень многие такие термины, которые это точное земледелие, точное фермерство, органическое земледелие и так далее. Химический состав пшеницы. Вот видно, что по химическому составу зерновых культур пшеница и другие очень богатые. Особенно у них содержится большое количество зерна, клейковина и других ценных веществ. Точное земледелие. Это комплексная высокотехнологическая система сельскохозяйством менеджера, включая в себе технологию глобальной позитивности. Нетрадиционные технологии. Это нетрадиционный подход в земледелие, в том числе в растительном воде. Нетрадиционная обработка, нетрадиционное орошение, нетрадиционное питание, нетрадиционные культуры, точное земледелие, органическое земледелие, умное земледелие и так далее. Значит, мы должны повысить сельскохозяйство и также зерноводство за счет применения нетрадиционных методов, то есть это программирование урожая, прогнозирование урожайности, применение математических методов и так далее, применение умного земледелия и так далее. Основной концепцией это повышение урожая. В чем же потребность? Например, в последние годы у нас повышается потребность сельскохозяйственным продуктам, увеличивается население. Если в 50-е годы население всего составляло 2,5 миллиардов, в 2011 году 7 миллиардов, а в будущем это может повышаться до 10 миллиардов. Значит, пассивные площади это ограничено, мы должны увеличить валовый сбор за счет повышения урожайности. Для этого надо применять новые инновационные технологии. Вот видно, самое большое количество человек это Азия. В Азии это где-то больше 4 миллиардов населения. А также большое количество населения ожидается в Африке, Европе и других континентах. Умные земледелия это уже математическое моделирование, также программирование, применение дронов и так далее. Листовая прогностика. Мы, учетом изменения листьев, окраски, можем узнать потребности культур, также зерновых культур, к влаге, питанию и так далее. Это очень простой и распространенный метод. Вот программирование. В чем заключается понятие программирования? Это внесение минеральных удобрений, листовая поверхность, также орошение проводится с учетом потребности растений и содержания почвы, плодородия почвы, содержания питательных веществ почвы, а также содержание влаги, учитываются осадки и так далее. Мы все эти процессы должны программироваться с учетом роста и развития зерновых культур. Рост и развитие зерновых культур проходит в пяти или шести этапах. Первое – это схожесть, кушение, кушение, калашение, цветение, созревание и так далее. Вот потребность. Самая большая потребность зерновых культур к питательным веществам – это период кушения и калашения. Потребность растения к калию тоже повышается в период набухания и калашения. Схема орошения – самая большая потребность. Почему в этот период калашения и цветения повышаются? Потому что в этот период у растений образуется большое количество листовой поверхности. Поэтому у них потребность к питанию, потребность эти, усиливается рост и развитие, усиливается транспирация, фотосинтез и так далее. Поэтому в этот период у растений очень много потребностей к этому питательным веществам, а также к влаге. Нетрадиционные культуры. Нетрадиционным зерновым мы можем отнестись рожь, тритикали и другие. В чем же заключается особенность или ценность рожи? Рожь считается одним из самых лечебных. Рожжаной хлеб используется как диетический хлеб. У него содержится очень много незаменимых аминокислот. Поэтому потребность рожи в последние годы увеличивается. Вот видно, что по содержанию белка это не уступает хлопчатке, этот пченичный хлеба, а по содержанию ценных аминокислот даже превосходит. Сартаржер, Вахшская, Стоя 16, Вятка 2, Белка и Саратовская другие. Тритикали. Потенциально урожайность тритикали очень полтора-два раз превышает, потому что в составе одного колса в тритикали содержится 60-70, даже до 100 количество зерна. Это в 2-3 раза превышает количество зерна пченицы. Поэтому урожайность тритикали очень много. Поэтому преимущество тритикали – это самое высокое урожайность из зерновых культур. Интересно проходит все рост и развитие растений. Используется как корм. Используется кормовая единица, превышает пченицу 1,2. Это улучшает агрофизические свойства почвы. Сарта тритикали, зерно-кормовой, зеленый, конвейер, славянка и другие. Инновации в этом. Какие инновации? Нулевая обработка почвы, посев многолетних, многокусных сортов сорга, создание прорастающих сортов пченицы, некорневая подкормка зерновых культур, посев новых видов пченицы на базе тритикум тургудом с ветвляющим колосом, с потенциальным урожайом 100 и более. Потому что в ветвляющем колосе содержится 100 и более штук зернов в одном из этих. Также посев тритикали, возделывание ржей. Спасибо за внимание.